Какое дерево! Осень, как вы знаете, любимое время Александра Сергеевича Куршкина. И когда он приезжал в Болден, он любовался окрестными видами, природой. Но так, что картин открывался, мол, из дома, отличается от того, что видим с вами мы. Вот этого парка не было, воды также отсутствовали. Здесь стояли крестьянские избы. И вот здесь, можно сказать, голые поля, которые протирались до самого горизонта. Все начинает меняться в 1927 года. Куршкин. Еще разбитый парк, используя основные принципы раненых листов изданных парков. По перенятому саду были посажены липовым аллеем. Мы прошли по самой старой из них, она называется Север. Сейчас мы идем по плотине. Видите, вот она перекрывается. Один водоем. Это овраги. А по оврагам тепловода. И чтобы создать пруд, делали плотину. Но там, видите, труба еще проходит. Чтобы воду можно было сбрасывать. Вот разные уровни. Вот здесь, видите, уровень низкой воды. А здесь уровень выше. 10 гектар. Площадь и менее. И было 10 садов. Вот сейчас 10 садовников отложат это. У нас один гектар. Два садовника. Уходим. Вот выходим. Это хозяйство. Наверное, конюшник. И вот еще два. И главное, что пруды видят. Пруды и деревья. Вот этим деревьям уже больше 200 лет. Баня, в которой купаются пушки. Банька такая большая, просторная, красивая банька. Пахнет хорошо в банке. Ага. А ну-ка. Что тут? Ооо. Банька. Это предбанник. Наверное, здесь раздевались, да? Молодец. Молодец. Купали все эти. А здесь уже ручка такая. У нас будет баня. Ну вот, посмотрим проект. Все. Тебе нравится эта баня? Хочешь банить? Конечно. Ну вот, посмотрим, как Пушкин, он, кажется, купался в бане. Я ж не знал, поэтому... Вот там бочку такую, да. А где он, по-моему, купался? Ну, может, просто вытирался полотенцем вообще. А раз он купался, значит, мы себе тоже сделаем баню. Пушкин был не бедный человек. Видите, вот какое имение. Это только вот, ну, как бы двор. Машина, вот сигнализация сработала. Видите, сколько у него домов, подсоб, баня там. Вот еще какой-то дом. Ой, интересно, писали ли ему комментарии кто-нибудь? Типа олигарх, буржуй, без богатей. На людских несчастьях, ну, за счет людей там, сколько у тебя работников. Ну, и всякая якорь там. Было интересно такое или нет? Ага, ага. А если и писали комментарии, то куда и чем? Наверное, гусиными перьями? Ага, хорошо. Ваши на Копьевске. Ставили или нет? Вставили или нет? Вставили или нет? Вставили. Вставили или нет. В 1848 году у Пушкиных была конюшена шесть лошадей, причем жили в этой конюшне необычные рабочие лошади оттенки, которые совершались их прогулки. Здесь у нас шесть стоил. Посередине они разделены трапом, за которым с ней находится небольшой конс для ручей сыновозов. Вентиляция сейчас с помощью вот таких протяжных колоссов, что он там где-то слева из своего помещения. И каждый стоил оснащен оконожный обитый железом для того, чтобы лошадь просто не сгрызла дерево, когда есть зерно. Душно там, конечно. Ну, конечно, тут он немного. Вот эта тетенька ко мне подошла и говорит, а у вас фото включено или видео? Это сто рублей, а видео двести пятьдесят. Не будет священнослужителей ознакомиться с героями пушкинских сказок. Ну, вот и закончилось наше путешествие. Заканчивается имение Пушкина. Мы посмотрели, меня впечатлило. Конечно, уважаю Александра Сергеевича за его талант, за его ум, за все, что ему дала Вселенная. И он этим воспользуется. Не просто, знаете, дар каждому человеку дается, но, как говорится, дураку стеклянный орган ненадолго. Так вот, если уж Пушкину был дан дар, он его использовал в полной мере и оставил после себя много чего хорошего. Вот мы проехали двести километров с Нижнего Новгорода и до Нижнего Новгорода, тысячу шестьсот километров. И получается, около двух тысяч километров мы проехали, чтобы поклониться вот этим местам, вот этому дому. Я не жалею об этом.